Привет, друзья! Как всегда, в это время итоги последних дней. Начну, пожалуй, с назначения Саакашвили. Вы знаете, что Саакашвили назначен главой Офиса по реформам, Рады, да, Анацрады по реформам. Никаких особых полномочий эта Анацрада, насколько я понимаю, не имеет, но теперь он может входить в любые кабинеты на банковой. И, конечно, он становится полноценным участником игры, то есть с точки зрения политики его слово уже будут слышать все, потому что он является членом команды Зеленского. Между тем, Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультации в связи с этим назначением. Конечно же, этим, так сказать, последствиям можно было предвидеть, потому что нас предупреждали о том, вы знаете, что между Украиной и Россией есть договор о правовой помощи, в соответствии с которым мы должны отзываться, скажем, на их просьбы об экстрадиции. Да, ну, это не тот случай. Мы не отзываемся, поэтому, и, кроме того, мы назначили еще Михаила Саакашвили в правительство, можно сказать. Да, неважно, Анацрада имеет, полномочий не имеет, или это просто, как у нас говорят, дурачий орган. Но, тем не менее, мы совершили этот шаг, и теперь Грузия будет думать о том, что, так сказать, с этим всем делать. Я вот просто вам процитирую министра иностранных дел Грузии Давида Заклиани. Вот его прямая речь. Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемой судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультации чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине господина Теймураза Шарашинидзе. Ну, вот такое решение. Ну, ничего особенно приятного в этом, конечно, нет, но очень хочется верить, что все-таки мы как-то там найдем общий язык и сгладим вот эту шероховатость в отношениях с Грузией, потому что я всегда говорила и говорю, отношения с соседями должны быть спокойными, добрососедскими, ну и, конечно же, взаимовыгодными для каждой страны. Еще одна новость, о которой хотелось бы поговорить, о которой, ну, конечно же, как снег на голову, это то, что Международный валютный фонд вдруг поменял пластинку. Не знаю, почему так случилось, хотя можно было, в принципе, догадываться. Они провели переговоры, на которых отказались от предварительно согласованной трехлетней программы, да. Ну, так, чтобы рассказать вам подробнее, что это означает, стендбай, программа стендбай, которая теперь будет у нас, это 18-месячная программа, программа трехлетнего расширенного сотрудничества, а она предполагает, как бы, деньги, там, да, длинные кредиты на развитие, там, на строительство инфраструктуры, там, на строительство школ, больниц, мостов и так далее. Восьмимесячная программа стендбай – это просто затыкание дырок, и вот как раз об этой перемене участи сообщил на брифинге 7 мая представитель Международного валютного фонда Джерри Райс. Ничего хорошего для нас это не означает, это означает, что деньги опять будут на проедание, а это будут очень быстрые деньги, которых мы прям не почувствуем, и долги растут, проценты растут, а, к сожалению, пользы для страны в этом никакой нет. Вот, поэтому, ну, грустная история, грустная ситуация, ничего не поделаешь. Еще одна новость – это второй этап реформ. Уже и наш президент Зеленский, и министр Степанов, и даже главный санитарный врач Лешко, который в последнюю очередь, ну, тоже согласился с тем, что реформу нужно приостанавливать, потому что, знаете, там непонятно, не то же лошадь позади телеги, там вообще непонятно, есть ли лошадь. Смотрите, ну, реформа, для того, чтобы проводить реформу, нужны деньги, да? Пусть даже во время кризиса, но нужны деньги, а самое главное, нужна четкая дорожная карта, понимание, что зачем и какой инструментарий будет. Но если сейчас только начинаются разговоры о том, что у нас нетарифицированы пакеты услуг, что мы не знаем, сколько стоит лечение там инсульта, инфаркта, я не знаю, гепатита, диабета, и вот только сейчас, возможно, в следующей неделе будут пакеты по ковиду, ну, потому что это срочно, то какая реформа вообще, не говоря же о том, что никто не знает, куда деть 50 тысяч медработников, которые планировалось сократить, да? Вот такая шизофреническая история. С одной стороны, они на все нужны, и они не должны ехать за границу работать, а с другой стороны, их нужно сокращать. Ну, то есть представление о том, как это будет, и что мы в результате получим, а самое главное, деньги на это все, ну, понятно, ничего этого нет, поэтому, конечно же, говорят о том, надо приостановить. Но теперь же наступает самое главное. Надо приостановить, это сказано, в воздух. А для того, чтобы приостановить, нужно провести состояние Верховной Рады, представить закон, который аннулировал бы предыдущее решение, и проголосовать за него. Для того, чтобы все это сделать, вчера вот сказал Давид Рахамин, что нужно подонять от кого-то, то ли от министра Степанова, то ли от офиса президента и так далее. Но нужна инициатива. Инициативы пока нет. Ну, не знаю, будем надеяться, что все-таки как-то быстрее. Вот, знаете, все происходит очень медленно. Я, когда разговариваю с депутатами в эфирах или вне эфирах, они все говорят, мы планируем созвать совещание и обсудить этот вопрос. Вот это планирование вечных совещаний, это, знаете, у многих из них еще осталось, с тех грантаэцких регионов, потому что у нас же очень многие депутаты перешли работать в Верховную Раду, в монобольшинство как раз из грантаэцких организаций. Знаете, жизнь в течение многих лет среди бесконечных неспешных совещаний, презентаций, драфтов, там, не знаю, картинок, проекций и так далее, она расслабляет. Она расслабляет, потому что где-то там ходит реальный сектор экономики, где-то там работают реальные сантехники, чинят краны, где-то там реальные врачи делают операции, а мы с ними проводим круглые столы. Круглые столы, на которых мы что-то там обсуждаем и решаем. Ну, то есть, знаете, это такой вот, как это, такой дрим, жизнь в постоянных мечтах. Вот по-другому я не могу это назвать. Ну и, конечно, продолжается горячая дискуссия по поводу того, что сокращаются закупки ядерного топлива, поскольку не планируем выводить наши атомные станции на прежние стандартные мощности. Ну, плохая новость. Плохая, очень плохая новость. Потому что, знаете, заглушить это легко, а последствия непредсказуемы на самом деле. Конечно, есть еще и зеленые там тарифы. Их можно тоже заглушить. Но у нас есть международные обязательства, которые мы тоже не можем, да, как бы похерить. Извините уж за грубость. Поэтому что делать? Министр Руманский, кстати, предложил очень такую, как мне кажется, остроумную схему, которую, если бы у нас была нормальная логистика, ее можно было бы, кстати говоря, и на самом деле применить. Он говорит о том, что есть... Говорит, конечно, о последствиях, говорит о том, что невозможно без последствий сделать ни то, ни другое. Но он говорит, что есть, например, такая история, как дата-центр. Это такие центры, которые покупают энергию. Это международные центры. И если бы мы с ними нашли общий язык, если бы мы им дали нормальные условия, потому что они как раз потребляют энергию достаточно равномерно, то, конечно же, мы могли бы спокойно их переманить в Украину с предоставлением гарантированных, более привлекательных условий, да, и они бы спокойно покупали. И тогда нам не нужно было бы ничего заглушать и не нужно было действовать в пределах форс-мажора, да. И, возможно, это было бы решением ситуации. Но, конечно же, для этого нужно иметь нормальную, я бы сказала, нормальную логистику. Менеджеры, которые умеют не только планировать что-то и заседать, а умеют очень быстро действовать. Украинский институт национальной памяти, потому что, мне кажется, один из самых сильных, так сказать, событий этих дней – это празднование Дня Победы. И, как всегда, обостряются, знаете, вот эти вечные дискуссии 8 мая, 9 мая, День Победы или День Примирения или еще что-то. Сталин, кровавый диктатор, ну и все сопутствующие, так сказать, вещи. Мне кажется, что для нормальных людей уже давно все ясно. Ну, конечно, режим Сталина был ничем не лучше режима Гитлера, да. Ну, кровавая диктатура и там, и там. Там фашизм, а здесь миллионы погибших, авторитаризм, миллионы репрессированы, все эти Беломор-каналы и так далее. У нас нет ни одной семьи, ну, по крайней мере, моя семья пострадала. И во время войны погибло очень много людей, да. Там все братья моей бабушки погибли. Оба мои деда воевали, вернулись с наградами. И, с другой стороны, была куча репрессированных тоже. И всех мы их помним. Но скажите мне, пожалуйста, как это вообще отменяет подвиг тех людей, которые подчас в 16-18 уходили на фронт и отдавали свою жизнь за то, чтобы мы тут могли сидеть и трындить сейчас, да. И не только трындить, а там, я не знаю, лечить, учить, путешествовать, рожать детей. Изобретать смартфоны. Это же они так сделали, чтобы мы смогли. Пока, извините, люди плавили в концлагерях. И пока миллионы умирали в Освенциме. Тысячи. Поэтому, вот понимаете, когда начались дискуссии, День Победы или День Победы, ну, хочется просто нецензурно отвечать. Украинский институт национальной памяти, который возглавил после легендарного господина Ветровича Антон Дробович, их по фамилиям, наверное, подбирали, вот, он выпустил к Дню Примирения ролик, который называется «Друга святого вейна, як мы пам'ятаемо». Ну, и Антон Дробович там рассказал, как он помнит, понимаете? Не как мы помним, хотя ролик называется «Як мы пам'ятаемо», а как он помнит. Потому что хочется спросить, а кто эти «мы», ребята? Да? Я понимаю, что Украина очень большая страна, и, как некоторые говорят, даже она формировалась по принципу империи. И да, там какие-то, может быть, взгляды и история на восточной Украине, не такая, как на западной Украине. Но так случилось, что мы сегодня одна страна. Поэтому, конечно же, никто не говорит, что нужно закрывать глаза на историю, на самой кровавой и самой неприятной ее странице. Но из-за того, что был Сталин, была диктатура и были репрессии, умолять подвиг людей, которые закрыли Европу от фашизма фактически, да, ну это просто, мне кажется, какой-то, знаете, каннибализм. И вот в этом ролике глава Института нацпамяти говорит, что единственным действительно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение. Люди, организации, которые боролись против обоих тоталитарных режимов. Слушайте, ну, я понимаю, что он имеет в виду, что это были только повстанческие войска. Ну, с моей точки зрения, это прям вот людоедский взгляд на вещи. И не только с моей. Сегодня министр иностранных дел Германии Хайка Масс в своей колонке для журнала «Шпигель» назвал недопустимым перекладывание вины с начала Второй мировой войны на какие-то другие страны, кроме Германии. Как это сейчас, например, пытаются здесь сделать в Украине, да. Предпринимавшиеся последние месяцы, это я цитирую, попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов в сущности нет необходимости. Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности. Холокост. Кто сеет здесь в сомнении и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость, тот раскалывает Европу. Ну, в принципе, по-моему, вот исчерпывающая, да, история. Исчерпывающая история. И, мне кажется, у немцев надо бы поучиться вот этому. Умению брать ответственность навсегда, на себя. И умению говорить, что да, мы виноваты перед всем миром. Это очень важные вещи. Ну, а нам нужно, мне кажется, учиться просто действительно сшиванию страны и слышать друг друга, слышать аргументы друг друга, принимать их к сведению. Поэтому сегодняшние итоги закончу тем, что поздравляю всех с Днём Победы. Великий праздник. И думаю, что никому его у нас не отнять. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok